Мария, знаешь, что я сейчас хочу? Чего? В Испанию. Нарушать испанские законы. Общаться с испанскими полицейскими. Да, Ирина, поражайся тому, что с тобой делает простуда. Нет, ну правда, я где-то в интернете недавно увидела картинку, такую двойную. С одной стороны изображен русский полицейский, да простят меня наши стражи правопорядка, такой с пузиком взевающий, а с другой стороны испанский полицейский, весь накачанный, подтянутый, загорелый, красивый. Ну естественно, я теперь хочу в Испанию. Но спешу тебя обрадовать, среди наших полицейских тоже есть замечательные люди, встречаются даже художники. В одном из отделов полиции Паризанской области работает майор Андрей Миронов. Он никогда не называл себя профессиональным художником, хотя творчество занимает в его жизни равнозначное службе место. Я с тем же успехом мог работать прямо врачом. Хотя согласен, конечно, да, здесь может быть вопрос возникает, что они очень далеки друг от друга. Эти две профессии, правоохранительная деятельность и занятие живописью. Интересоваться живописью Андрей начал очень рано, но судьба надолго увела его от искусства. Служба в армии, Чечня, университет МВД и снова служба в полиции. Но в 2005 году что-то вновь заставило Андрея взять в руки кисть. У меня не было прихода к занятию живописи. Скорее всего, можно говорить о неком призвании. Бывают люди призваны, допустим, к спорту. Матрождение, они не приходят, а просто призваны. Вот такой талант, скажем. Я думаю, что у меня в моем случае произошло именно это. То есть я с детства ощущал потребность сначала рисовать какие-то незамысловатые картинки. Потом уже достаточно рано я стал пробовать там и акварель, и масло. И с раннего детства я помню, что хотел быть художником. С творчеством Андрея Миронова рязанцы знакомы давно. С 2005 года, когда он снова приступил к живописи, состоялась уже не одна персональная выставка художника-полицейского. Художник работает в академическом стиле. Его полотна отправляют ценители живописи к традициям Рембрандта и Боттичелли. Среди современных живописцев очень редко встречаются представители такого направления. Жанровые картины на библейские темы, конечно, составляют основную часть работ художника. Но есть среди полотен натюрморты и портреты. Иногда просто бывает, что какая-то идея очередная не созрела, или я просто устал. Это тема очень сложная. Вот я иногда отвлекаюсь, пишу портреты или натюрморты. Очень редко пейзаж. Проработанность деталей, виртуозная передача света и тени, особенный колорит, отличительные черты живописи Миронова. А вот одухотворенность работы, которая скорее чувствуется на интуитивном уровне, обусловлена отношением самого художника к вере. Через икону человек обращается к Богу, молится. Картина, конечно, она в этом смысле имеет такое более приземленное и широкое предназначение. Она, как правило, и для обычного светского человека. Кстати говоря, ведь многие и в церковь приходят. Не сразу же так, прям сразу взял и стал, допустим, там, святым. Любимая работа Андрея – та, над которой только что закончил работать. Здесь изображенный Иисус перед казнью, невозмутимый, смиренный. И понтий Пилат – недоумевающий, пытливый взгляд которого говорит. Прокуратор поражен тем, как Иисус принимает смертный приговор. На вот, кстати говоря, последняя работа называется «Все человек», когда Пилат вывел Христа к народу и, удивленный мужеством, этот человек сказал «Да, это человек». Жанровые картины Миронова не просто интерес к библейским сюжетам, которые являются широким полем для творческой фантазии художника. Это попытка осмыслить духовную историю человечества и порой даже сделать некие выводы, казалось бы, очевидные. Путь добродетели – истинно верный путь. Путь порока ведется никуда. Подобную мысль можно проследить в сюжете полотна «Корабль дураков» – многофигурной, монументальной картины. Сам по себе сюжет, он уже несет в себе миссионерский такой заряд. Ну, вы знаете, даже вот просто, если священник выходит в рясе на улицу, сама по себе ряса – это уже акт миссионерства некого. И здесь, конечно, сама по себе картина, даже простое такое, не замысловатое изложение сюжета, есть, конечно, акт миссионерства, безусловно, хотя я, ну, прямо такой цели не придерживаюсь, но это просто само собой разумеется, что так оно и получается. Вот, ну, концентрирую внимание, конечно, в первую очередь на использовании определенных символов. К настоящему моменту Андреем написано свыше сотни полотен. Пока картины можно лицезреть на выставках, но Андрей готов даже передать свои работы в дар, например, епархии, в случае, если появится подходящий для экспозиции зал. Несколько своих работ он уже подарил православному храму. Кроме того, Андрей выпустил книгу. Здесь к картинам даны аннотации от самого автора. Уже в сентябре откроется очередная персональная выставка художника, где можно будет воочию увидеть работы майора полиции Андрея Миронова. Продолжение следует...